День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. День в день, час в час. 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 День в час. День в день, час 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 в час. и сейчас пока на домашней странице 4 именно. И одно из таких ключевых, которые я сама жду, это именно о русской культуре в Латвии, насколько мы сами будем ее здесь развивать, и вообще будет среди нас, молодого поколения писателей, которые будут писать о нас, о нашей жизни, или все-таки не будет. Напомню, мы беседуем с Ириной Кузнецовой, координатором фестиваля «Лампы». Ирина, огромное спасибо за программу перечисления. А теперь давайте, может быть, к спикерам перейдем. Какие-то самые яркие, откуда они, географии этих спикеров, вы говорите, на алтышском, английском и русском языках будут выступать. Политики, военные там, а кто вот, имена. Кто и откуда? Тоже на кого обратить внимание. Спикеров у нас, как мне сообщает наш коллега, координаты программы, они примерно больше тысячи. И если взять, ну, такие имена, наверное, политиков будет довольно-таки много, из-за английского... У нас, кстати, есть гости из Близнец-рабежа. Это наши соседи из Белоруссии. Будет она дискуссия, обсуждаться именно, что происходит там, и как мы можем, в принципе, помочь, как гражданское общество. И, да, я, наверное, теряюсь насчет спикеров. Именно называть какие-то конкретные имена. У нас будет и мэры городов, я смотрю. И, конечно, и политологи, и дипломаты, и различные тоже представленные посоли здесь, Латвии, которые англесскими, театральные режиссеры. Да, я, наверное, не сказала бы какое-то конкретное имя, потому что для каждого человека, как бы, это свой, не знаю, ну, как бы, бизнес-везда, ну, человек, который мы хотим бы послушать. Вот я смотрю, у нас и Мартиншка, и Кристот Буран из «Театральной жизни». И у нас есть отдельность разделов на домашней страничке, под названием «Они будут». Да, вот я как раз только что в параллель нашей беседе зашел. Сайт называется «Festivals Lampa LV», а не просто «Lampa LV», иначе в магазин вас выкинет. Да. Я просто думаю, если зайдете на «Festivals Lampa LV». О, я вижу здесь даже нашего бывшего коллегу, Олег. Да, поэтому, фу, ну, я, наверное, мне трудно ответить. И действительно, там и глава «Мадера», и глава «Светбанка» из «Бизнеса». Там у нас есть и представители религии, и журналисты, и общественные деятели. Да, вот я вижу бывший министр интеграции, политолог Нилс Мужникс, экс-министр экономики, сейчас исполнительный директор ФИДЕ, шахматной организации, как раз вспоминали сегодня шахматы, да, на резнице Озула. Ну да, так спикеры серьезные представлены. И что мне очень нравится, что действительно у нас представлены, будут сами организовываться Верховный суд, Конституционный суд уже второй год подряд, они понимают важные сообщения, вот они сами организовались, и будут беседовать именно об уважении, потому что в этом году очень такое резонансное решение было принято Конституционным судом, которое базируется на уважении, и они действительно решили на эту тему пообщаться, и сами главы и суды будут представлены уже как спикеры. У меня сразу возникает вопрос участия, то есть вот представим себе, что человек просто в первый раз слышит о фестивале, вот заинтересовался, как принять участие в фестивале, в дискуссиях, у мастерских и так далее. Ну, как я уже сказала, это три возможности, приехать в ТАИСС и поучаствовать лично, во всей этой богатой программе, у нас будет несколько фестивалей в ЗО, но опять же я хочу уточнить, что вход только по предъявлению, сертификация по вакцинации или визитам, что человек переболел, совместно с ID-картом или паспортом, или же это онлайн, практически все будет организована прямая трансляция, и можно будет и задать вопрос, и оставить комментарий, которые будут потом уже задаваться как спикером, если это формат дискуссионный, а не какая-нибудь мастерская, или может даже где-то и будет лекция. Ну и третье, это уже упомянутые места совместного просмотра, и опять же хочу уточнить, что это все бесплатно, абсолютное уже с первого года, наш фестиваль абсолютно доступен всем, и мы продолжаем нашу хорошую традицию. Я смотрю, прям господин президент почтит своим визитом? Ну, должен был почтить своим визитом, но, видимо, в последний момент, это вчера планы поменялись, вот и, к сожалению, у нас не будет в этом году, но, я думаю, не менее почтенные гости тоже будут на фестивале. Почему-то меня это, к сожалению, не удивляет. У меня сразу вопрос, еще участие, если онлайн. Каким образом? То есть, если, понятно, люди находятся в одной комнате, поднял руку, дождался очереди, задал вопрос, как онлайн можно будет, ну вот, вмешаться в дискуссию? Мы испробовали это и в прошлом году, и было довольно-таки тоже живое, хоть и такое немножко дистанционное общение в формате вопросов и комментариев и ответов. Когда будет само мероприятие, на экране будет предоставлен код и платформа, куда можно зайти на своем телефоне или на компьютере, набрать адрес домашней странички, ввести код, и там уже оставить свое мнение или комментарий, или задать вопрос. Так что об этом мы тоже позаботились, чтобы люди, которые хотели бы высказать свое мнение, у них была такая возможность. Потому что для нас главное, что это не монолог, это диалог, и должно быть хоть какое-то, или какое-нибудь общение. Это очень важно. Мы не говорим с людьми различных мнений в монологии, мы их приглашаем в диалог, и вообще нет. Ну, то есть есть гарантия того, что написанное мнение, оно не пропадет, не будет потом просто стерто, будет донесено до тех, кому... Трудно сказать, потому что если у нас есть формат часовых мероприятий и полтора часа, соответственно, и 150 организаторов. Это тоже надо понимать, что мы не одни, ухаживая была возможность подать заявку, организовать, поэтому мы на радио говорили, по-моему, несколько месяцев обратно. Да, было. И поэтому, сколько будет, какая активность, и сколько будет комментариев, сколько будет вопросов, конечно, не все возможно будут задать, но я думаю, модераторы ведущего мероприятия все это потом обобщать, передадут нашим спикерам, но будет возможность передать такую виртуальную записочку. Повторите, пожалуйста. Ну, что можно будет передать виртуальную записочку, говорит Александр Дашн. Ну, в любом случае, что эти вопросы не продадут, а даже если не прозвучат в прямом эфире, то их потом наверняка передадут спикерам, и можно будет получить на e-mail, например, ответ. Но будем надеяться на то, что настолько уникабельны и пойдут на встречу выступающие. Да, и я понимаю, что делать, если, например, дискуссий много, они происходят в одно и то же самое время, каким образом выбирать, переключаться между этими дискуссиями? Ну, да, вот... А, очень тоже интересный момент, который, чтобы отметить, у нас все мероприятия, которые будут идти в прямом эфире, они останутся в записи. Поэтому, если кто-то хочет вернуться, пересмотреть, или он понимает, что он не успевает или посетить, или к прямому эфиру подключиться, всегда будет возможность. Конечно, будет, может быть, 10, может быть, больше мероприятий, которые не будут без трансляции. Вот, и это будет указано в самой программе на нашей домашней страничке. Поэтому тогда, конечно, надо подключаться или посещать. А так, я думаю, не стоит бояться, но если хочется действительно высказать мнение, а не только посмотреть саму дискуссию, то придется выбирать. И у нас, для этого случая есть специальная функция на домашней страничке, моя программа, где люди могут выбрать своих фаворитов, составить свою программу уже заранее, и потом уже без стресса, без спешки уже следовать свою программу. Огромное спасибо. Да, кстати, все разговоры, происходящие в этой студии, тоже сохраняются. Во-первых, на наших аккаунтах на Фейсбуке, а радио «Болтком» и порталы «Микс Ньюс ЛВ», и во-вторых, текстовые версии тоже появляются там же, на портале «Микс Ньюс ЛВ». Мы говорим огромное спасибо Ирине Кузнецовой, координатору фестиваля «Лампа», о проведении этого фестиваля мы говорили в последние 15 минут. Спасибо, да, отмечу, еще раз, больше 200 мероприятий, больше 1000 спикеров на трех языках, русском, латышском и английском. Интересно, и все это произойдет в августе, можно приехать в Цессис, имея сертификат, либо принять участие удаленно, причем как за компьютером, так и во многих точках в Латвии на сайте фестиваля «Лампа» можно будет найти места, где тоже люди соберутся, видимо, перед экраном и будут следить за прохождением этого фестиваля. Ирина, еще раз огромное спасибо. 20-21 августа, еще раз напомним. Да, время собрать программу и собраться с мыслями еще есть. Спасибо, удачи, успеха, я уверен, не последний раз, Ирина, вы в нашем эфире, потом же надо будет подвести итоги фестиваля в конце концов. Хорошего дня, до свидания. А мы продолжаем, у нас через паузу преподаватель РТУ исследователь Юрий Скрейсбергс, мы поговорим о движении дорожном, а именно о том, в последнее время так совпало, и ученые, и полиция обращают внимание на культуру передвижения двух колес, владельцев или арендаторов двухколесных средств передвижения, и конкретно об электросамокатах пойдет речь, чего не хватает их любителям, их водителям, насколько опасные ситуации они порой создают, и что в этой связи можно сделать, что поменять.